Автовладельцы распоясались, пришли к единому мнению члены административной комиссии. Транспорт оставляют где угодно, на тротуаре, газонах. Причем не только легковой. Так у 23-го дома первого микрорайона, который теперь взят на особый контроль, во дворе под окнами, на ночь оставляют КАМАЗы. У нас дом обслуживают и службы, которые, и на конвестиционной люке становятся машин, нельзя ни откачать, ни обслужить. У нас был даже факт, когда делали ремонт и покрасили одну машину, потому что не могли ее, она так близко к цоколью стояла, что ее краской даже покрасили. А ведь для этого есть платные стоянки. Зачастую факты зафиксированы фотосъемкой, которая прикладывается к заявлению. Незнание правил благоустройства, на что ссылаются водители, во внимание не принимаются. На первый раз нарушителям выписали минимальный штраф. Дальше предупреждают члены комиссии, лучше не рисковать. Да будет свет, так считают жители поселка Сахарный завод, которые нелегально прокидывают электропроводку из квартиры к гаражам и другим строениям. А ведь незаконное подключение чревато пожарами. Один из жителей, до зубов вооружившись статьями Уголовного кодекса, решил поспорить с комиссией. Мужчине объяснили, на подключение обязательно разрешение контролирующих организаций и технические условия. Вы обязаны написать заявление в анархоснабжающей организации с просьбой выдать техусловие на подключение. Я просто поясняю порядок какой, как правильно нужно делать. Вам техусловие выдали, там все написано, откуда, как, что сделать, каким проводом подключить, какой защитный провод и так далее. Вы все выполняете, Гостехнадзор подписывает акт ввода в эксплуатацию этого объекта, вот тогда он считается правильно принятым. Для начала обошлись предупреждением, однако материалы для рассмотрения будут переданы в Госпожнадзор. Следующий посетитель по схожему вопросу оказался более сговорчивым, а спаривать решение комиссии не стал. Молодой человек шутит, музыка играла громко, а он в это время видел десятый сон. Зато не спали соседи, они и пожаловались на меломана. Штраф небольшой – 300 рублей, а вот почивать сладким сном под громкую музыку, наверное, больше не захочется. Содержание прилегающей территории и зданий, выброс мусора в неустановленном месте, нарушение тишины. За месяц набралось немало заявлений, на которые административная комиссия обязана отреагировать. Несогласные с вынесенным решением могут обратиться в суд. Светлана Даровских, Вадим Полосмин. Наш город.